Доброе утро! Сегодня я выходная и я еду не в спортивный зал я еду к дантисту к людям у меня по плану страховка оплачивает два раза в год чистку зубов вот начало года надо произвести одну чистку ну и решить что будем делать с зубом на котором не держится пломба внизу сегодня все решим и будем ремонтировать зубы а там уже по настроению посмотрю куда меня потянет у нас прохладное утро еще прохладное но думаю что будет тепло солнце светит горячо очень даже пригревает у меня все отключено в машине ни теплых ни холодных потоков солнце сжет уже без рукавочки нормально пока но ее всегда же можно будет снять ну и так доложила вам пока ну все доехала я и вовремя торопилась здесь что-то никого нет начало года я буду первый клиент но они паркуются в другой части сотрудники вот и хорошо вот он вот он вейсайд фэмили дентал сегодня я удалю место у лодочки и вот уже мне провели чистку дубов немножко заморозили дуба заморожена починили зубик теперь мы проверяем будет ли моя страховка оплатит ли венеры венеры да вот светочка какая у тебя должность дентал ассистенс вот светочка работает уже столько у доктора да здесь здесь уже три года три года дубочка главный доктор сколько уже клиника у тебя существует шесть лет в этом году семь лет семь лет божечки время как летит время не то что летит конечно ну семь лет это за это время уже некоторые пациенты как семья потому что у кого-то родились дети кто-то женился кто-то развелся кто-то привел уже своих родственников которые приехали кто-то приехал в другое место иногда приезжает это как семья да и у тебя уже внуку-то сколько Николаю внуку год и четыре месяца год и четыре месяца замечательный малыш я очень люблю давай пройдемся по твоей клинике ты значит хозяйка это у нас Кэрен Кэрен это вот моя последняя игрушка которую я купила мне она очень нравится это Ситискен как называется Ситискен Ситискен да 3D который делает он делает и панорамный и много у него функций ну это дорогая аппаратура да ну относительно это из того что ты не видела ага и ты на ней мы еще тебе ничего не делали если брошка-то вот придется то очень забавно пациенту нравится да и сколько у тебя вот этих кабинетиков кабинетиков четыре четыре кабинетика это комната гигиениста гигиениста ее сегодня нет но вот в принципе иногда когда нам нужно мы все четыре комнаты задействуем чаще всего вот сколько я помню всегда все занято у вас сегодня тоже такой день но вот я с утра просто рано на двое время приема должно было быть еще двое детей но дети заболели позвонила мама сказала что дети заболели ну как я вот перенесла свой appointment тоже болела да но вчера мы им звонили они сказали что придут обязательно а сегодня мама позвонила сказала что температура у одного ребенка у второго ну такое бывает поэтому как бы вот есть несколько А это что здесь вы сможете? Это сервер, который... Это все то же самое, которое в 3D. Сейчас, если я открою, то есть ты когда открываешь... Ну, когда делаешь и снимок, медленно сегодня работают. Хотя не понедельник, но все в таком плане. Ну, ничего страшного. А это что такое? Мы можем сюда вернуться. Это когда делаем рентген, ассистент, если она заточит, она может... Пульт управления, да? ...стену. Но, в принципе, если видите, что все с точки радиации, все в пределах разрешения. У меня все разрешения на машину и где она должна была быть установлена. То есть все, что делается в Америке, на все нужно разрешение. Поэтому это все легально и без проблем. Такие раковины, видите, все аккуратно. Раковины, видишь, мы их руками не трогаем. Люд, ну, это к стоматологическому поземию отношения, но... Ножкой? Да, ножкой. Ну, это я уже... Здесь маски, перчатки. Книпочка. Это все у нас такое одностандартное. Я думаю, что... Это твои сертификаты, да? Да. Потому что ты здесь уже закончила. Самый главный документ где? Вот. Это то, что я получила мне все эти флориды. Сколько ты училась? Два года. Два года. А все остальное уже было дополнительно? Проходишь, да? Да. А вот это вот, как бы, я тоже... Это раз два года? Это на лицензию мы оплачиваем каждые два года. Это на что лицензия? Это на лицензия быть стоматологом. Это все равно. Дополнительные сборы, короче. Право быть врачом, потому что это лицензия или подтверждается, или забирается. Ну, что мне такую же на CNN присылает. Ну, они все одинаковые. Это что? Это моя последняя программа. Если помнишь, здесь вот 180 часов, это то, что я ездила по выходным в Тампу. Ага. Да, я пропала на какое-то время. Точнее 11 месяцев. Ну, вот 180 часов было. Ну, было тяжело, но было очень интересно. И сколько у тебя это было? Это все курсы дополнительные по обращению квалификации, как бы. Да, это те курсы, которые занимали много времени и были такими очень интенс, насыщенными. Все остальные курсы, это, мне правда, вот, по 100-200 часов, но они такие стандартные, поэтому... А это что за кабинетик? Это наш тоже главный кабинетик, где вы делаете что? Ну, стерилизация... Это машина, можно, да? Стерилизуете, что вы здесь? Инструменты. О-о-о-о! Это вот... Я ни разу не видела, конечно. Размеры, они есть разные, но для нашего офиса это тот, который подходит. Это ультразвук пока выключено. А здесь... Ультразвук тоже чистит инструменты? Ну, все инструменты же проходят определенные этапы, для того, чтобы их поставить уже в стерилизацию, нужно их приготовить тоже. Поэтому они промываются, затем в ультразвуковой ванночке тоже моются, затем опять прополаскиваются, ставятся стерилизационные пакеты и дальше в шкаф. И дальше в этот шкаф, да? Да. Ну, немножко тут такой беспорядок. Ну, рабочий, почему? Рабочий, да. Это машина, где мы промываем наши... И смазка происходит для всех наконечников. То есть, когда включаешь, она прорабатывается, смазывается. Тоже ультразвук типа, да? Нет, это просто проходит масло, но можно делать это вручную, закапывать. Вот как у тебя есть машина, ты за ней ухаживай. Ты же меняешь масло там, раз. Да, да, да. То же самое, если ты не ухаживаешь, то... Это запчасти каппаратурочки, да? Наконечники, которые у нас сверху зубы. Ну, ты права, да. Запчасти. Есть такие же кабинеты, все по-типички, да. Так это вот упаковано, они все по-типичнее, все необходимое. Вот шкафчики, да. А тут что вы храните в шкафчиках? А, это рентген, у тебя в каждом кабинете рентген же, да? Да, но здесь один на два кабинета, точно так же можешь... Один на два? Да, с той стороны. С той стороны, да? Да, и рентген, который мы делаем, это прицельные, маленькие слезы. Я считаю, что в каждом кабинете есть веселящий газ. Это для пациентов, которые по какой-то причине, ну, боятся стоматологов или для детей очень часто используются. И что, веселящий газ? Да, нейтроз эксайд, к сожалению, забыла, как на русском. Но когда человек дыхает и происходит насыщение, заработалось, снимается напряжение и страх у человека. Это тоже официально? Ты можешь делать другой... Конечно. Не анастезолог. Для этого не нужна... Ой, видите, спасибо, Светочка. Ей нужна лицензия, потому что это все то, что согласно лицензии. Хотя на какие-то... Это все входит. Да, дополнительная класса, дополнительная оплата. И на это тоже нужны определенные, ну, уже такие маленькие лицензии или сертификаты. Это все нормальные продукты. Но часто приходится использовать? Часто, результаты очень хорошие. Ну, в основном дети, да? Не дети, ты не можешь представить, что есть взрослые, которые тоже испытывают страх перед стоматологом. И если кому-то нужна общая анастезия, я ее не делаю, тогда кто-то может пойти в другое место. А, общая? Да. Это все по желанию человека и по каким-то показаниям. То есть, если кому-то не нужно... И время действия разное, да? Кому-то достаточно. Есть пациенты, которые боятся уколов. Тогда мы используем это перед тем, как сделать укол. После того, как закончена процедура, дается стопроцентный кислород. Кислород? Да. Пять минуты чая полностью. А где кислород у вас это? А все встроено. Все встроено. Все встроено в землю. Ну, в смысле, и покажу тебе вот основной вот. Глодок. Вот видишь, две такие надписи. Аксиджа. Аксиджа. Потому что я знаю, что у нас на работе же это... Вот они были. Просто вот у меня несколько месяцев назад кто-то пытался ограбить офис и разбили окно, но сработала сигнализация. То есть, что? Но когда приходила полиция, они спрашивали, есть ли какие-то, может быть, наркотики. Я сказала, у нас без наркотиков офис. И тоже второе предположение, может быть, кто-то хотел подышать этим газом. Да ты что! Но настолько эта система интересно сделана, что если ты не знаешь, как это... Как пользоваться. Да, потому что как включать, это вот на фронт-деск впереди. Там ты должен нажать. А, нажать. Вот просто, ну, если только все сломать, но это не будет того удовольствия, кто бы получил. Ну, короче, не так-то просто. Да. Те, кто залезли, они только разбили. Баллон губами не захватишь, да? Нет, нет, нет. Баллон губами не захватишь. Конечно, нет. А когда все включено, то вот потом мы надеваем маски. Ну, сейчас вот маски нету, ну, то есть все уже струно здесь. Ну, он звенит. Я прям любопытная какая. Ни разу не видела. Ухожу уже столько, пора познакомиться. Надеюсь, что тебе это не пригодится. Да, надеюсь. Это вот мусорка. Да. И вот каждый кабинет, он оборудован. Еще одна комната. Он здесь тоже. В основном, эту комнату мы используем как хирургическую. Но бывает, что вот когда все кресла замяты, то здесь не только вот я делаю какую-то работу. Какую-то работу может сделать ассистент, например, отполировать где-то зубы, сделать какую-то начальную, сделать при оттиске, перед тем, как мне нужно сделать окончательный оттиск. Ассистент здесь очень много работает и помогает доктору, скажем так. А тут уже что у нас идет? А здесь наши... Ангелочки такие у нас там. Это мне пациенты подарили картины, а мне некуда было их повесить, поэтому решили просто повесить. Не то, что для клиники, повесили в коридоре. Ну, приятно. Это у вас брейк-рум как бы, да? Да. Перекусочная. Маленькая такая, где можно перекусить. Микронолновочка, холодильник. Микронолновочий, иногда работаем с 8 до 8, иногда с 8 до 5. И маленькая такая вот... Клазет. Это тоже нет, это не клазет, это считается лабораторная комната. Лабораторная? Да. Машина. Какие-то у нас... Это что за машина? Здесь, если у нас есть оттиск, его нужно поправить. Ты сама вот не делаешь вставные челюсти? Ты отправляешь куда-то? Да, есть лаборатория. Лаборатория, да. Мы на этом не заморачиваемся, потому что пусть каждый делает ту работу, которую люди делают. Ну, ты можешь здесь подправить, вот, что не подошло, всё. А это вот тоже к этому относится. Да, это новое, а это сегодня получили. Сейчас вот коронки, их просто ещё не разбирали. Это вот... Это столько коронок уже. Столько людей. Да, но... Понятно. Да, всё нормально. Очень красиво, уютно. Раньше мы работали без перерыва, но теперь я смотрю, что устают все. Поэтому вот официально, вот на данный момент, мы начали делать такой перерыв. Официально? Break time. И я думаю, что... Одновременно или в разное время приходится? Сейчас начали одновременно. Раньше было... Всё равно брали по 15-20 перерыв. Ага. Ну, я так подумала, что если там посидеть, обговорить что-то, взять этот перерыв, чтобы набраться сил, работать после... Людочка, ну ты вот довольна результатом своим жизненным. Да, конечно. Пошипилявлю. Шипилявишь? Да. Ну, если хочешь, могу показать, что это такое. Ну, вот Венеры, они же недавно появились, да, вот эти? Нет. Давно? Да. Нет. Это то, что я себе поставила. Это называется Invisalign. Ну, он везде популярен, и здесь, и в Европе, и в России, и в Украине. Себе поставила. Это что? Это вот такие воронящие пластинки. Я решила себе подровнять один зуб, который немножко вот сдвинулся, и вот ту зуб, у которого вот такая каждая строй одевается раз в месяц. Мы его меняем. Так ты полностью на челюсть одеваешь? Да. Потому что я полностью хочу себе чуть-чуть выровнять. Ну, то, что ты мне дала, это только на ночь, вы даете? Да, только на ночь. Это другое назначение. И надо обязательно каждую ночь одевать? Нужно обязательно каждую ночь. А чем они отличаются? По виду-то одинаковые, может быть. Они не одинаковые. Каждое то, что у тебя, то, что я тебе сделала, называется Akruzol Gart. Сейчас, минутку. Akruzol Gart, который одевается... Они есть разные по жесткости. Есть мягкие, полумягкие. А эти жесткие, да? Это жесткие. И одеваются для защиты. Поэтому название ночной или Akruzol. А то, что я тебе показала, это часть ортодонтического лечения. Это когда нужно выровнять какой-то зуб, или прикус, или зубы. Как всего свое предназначение. Ну и скажи же, у тебя сын работает здесь, Женя. Да, Женя, но он занят. И он не любит сниматься. Ты можешь просто посмотреть, где он там. Женя. Он на телефоне, поэтому он его снимать не будет, извините. Женя мне очень много помогает. И он моя правая рука, он менеджер. А, молодец. Поэтому он все знает. И я очень многие вещи даже не знаю, потому что я ему доверяю. И я очень рада, что он у меня работает. Ну, во-первых, молодой молодежь. Больше в электронике, в компьютере. Он молодой, он еще учится. Так что потихонечку получает... Учится в смысле самостоятельно, или... Нет, он еще получает следующее образование онлайн. Это уже бачил от игры. Но по менеджменту он все свои уже получил. Бизнес администрейшн. Первое образование. Как-то так. Видишь, как все сложилось. Если есть какие-то вопросы, то спрашивай. Потому что уже пришел следующий пациент. Следующий пациент. Людочка, большое спасибо. Я очень рада. Я много обоснованного русскоговорящих или американцев много? Нет, русскоговорящие. Но есть, но вообще как бы не строится же бизнес на определенную категорию. Ну так, сама ты по ощущению. Если строишь бизнес на какую-то определенную категорию, например, если это, например, русский магазин, то есть ты знаешь, что туда будет приходить русскоговорящее население. А в стоматологии все. Есть очень много и американцев, и испаноговорящих. Как-то я так неправильно разделила. Не по нациям, но нет, приходят все. Приходят все. Я смотрю, вот этот район у вас развивается, строят новые билдинги. Это не то слово, развивается так быстро. У нас сейчас на углу построили госпиталь. Вот буквально вот. Представляешь. И очень много зданий, очень много строится по бизнесу зданий. Короче, в соседней улице. Скоро центром будут здесь. Центры. Вообще Сэнфорд когда-то строился как портовый городок. И, ну, первоначально, когда вот Георгий Сэнфорд открыл этот, начал стройку. Ну, вот пять лет назад, когда я делала какие-то там, не то что исследования, а перед тем, как открыть бизнес, мне нужно было сделать анализ этого района. Скажем так, проанализировать, какое население здесь есть, чтобы показать банку, где я брала кредит, что народ ко мне подходит. И тогда население было почти 60 тысяч. 60 тысяч – это довольно-таки большой город. А сейчас ты не знаешь сколько? Я не проверяла. Ну, растет, вообще растет даже. Хотя, конкретно, если кто-то из твоих подписчиков планирует переезжать по Флориду или куда-то, то здесь есть Сэнфорд-Сити. Это вот по ту сторону моста. И есть и другой, как Сэнфорд-Хитрово. Это совершенно два разных района. Наши, которые, как Сэнфорд-Хитрово, которые вот развиваются. И мне здесь нравится, потому что, вот как центральная Флорида. Здесь Айфо – две минуты. Айфо, которая главная дорога, которая соединяет одно побережье с другим. Пару минут – ты поехал куда угодно. Любой аэропорт – это практически 30 минут. Орландо аэропорт конкретно 30 минут. Сэнфорд аэропорт – 15 минут. Дейтонно-бич аэропорт тоже, ну, 45 минут. И любые парки. То есть сел, поехал, все очень хорошие дороги. Все природы, зоопарк. Зоопарк у нас есть тоже маленький, но для того, кто приезжает сюда, если кто-то приезжает с детьми, тоже хорошее место. Когда у меня была здесь мама, то я с мамой в зоопарк ходила, потому что ей там нравится. Планируешь в этом году ехать в отпуск? Да, я уже ехала в билеты. Какая ты молодец. Мама болеет, поэтому если получится раз в полгода ездить, то буду раз в полгода. О, какая молодец. А как клиника будет без тебя? Ну, вот подготовлю все и уеду. Будут делать какие-то мелкие работы, да? Нет. Вот закрыто? Будет или закрыто, то есть все равно будет человек, который здесь будет доделывать свою работу. Ну, ты не можешь кому-то перепоручить, это можно ли нанимать другого доктора. Да, да, да. Ну, пока клиника это как мой ребенок, пока только я. Ну, на две недели примерно ты уезжаешь. Да, три недели. Я уезжаю в конце мая, и вот. Ты знаешь, что скоро мы будем праздновать восьмой маме. Да, да, да. И в этот раз нам повезло, будем праздновать в Сэнфорде. Там же, где у тебя день рождения был. Об этом же клубе я поняла. Вот, так что ты приходишь. Я, как всегда, работаю. Ну, можешь поменять еще что-то. Никак у нас выходные, это вообще нас просто спрессовали на работе. Выходные мы должны искать сами замену, а как ее найдешь, если человек работает тоже в этот выходной, когда я, как я, с кем я буду меняться. Люба, хотела еще спросить, если можно перед твоими подписчиками, потому что я не смотрю видео, у меня нет на это времени. Ну, понятно. Но у меня все твои видео смотрит моя соседка, русскоговорящая. И она мне позвонила, сказала, что у тебя было какое-то видео, где ты что-то рассказывала о Ине и обо мне. Поэтому я еще это видео не смотрела. Просто с сыном у меня очень хорошие отношения. И я, потому что это наша молодость. Мы когда приехали... Все вместе здесь встречались, да. Мы все начинали. Мы праздники вот сейчас вместе встречаем. Мы вернулись к тому моменту, с которого мы начинали. Я этому очень рада. Ну, желаю тебе успехов, Людочка. Люба, красай свою работу, переходи на 8 марта. Может быть, там тебе еще можно посмотреть. Тебе же в этом году 60 лет. Посмотри-ка. Не, ну, или я же извиняюсь. Не-не-не, я не скрываю. Вещь молодая Люба. Не-не, я не скрываю. И что? Если ты где-то будешь, ну, планируешь что-то праздновать, то вот этот же клуб можно тоже договориться и тебе там тоже отпраздновать. Понятно, что ты уже как бы этот сюрприз не сделаешь, потому что ты знаешь, что у тебя такая дата. Но если ты захочешь отпраздновать в этом же клубе, там, ну, красиво, то можно попросить и снять тебе. Спасибо. Спасибо, подумай. Подумай. Чем раньше, тем лучше. Не говори-ка, я даже еще не думала. А время-то бежит? Да, надо заранее планировать. Спасибо, Людочка, огромное тебе спасибо. Вот уже еду от Люды, и уже жара, уже жарко, не успела вот снять, уже включила кондиционер, и на улице уже потеплело. Такая у нас зима, блин, успеть бы одеть курточку. Никогда не успеваешь, ничего. Поэтому Люда вообще очень дружелюбный человек. И раньше еще, до открытия клиники, она старалась дружить со всеми, со всеми всегда, на дружеской ноте, всегда во всех компаниях. И вот сейчас она настаивает, как ты не можешь поменяться на 8 марта. И даже на мое 60-летие говорит, ты чего, неужели не хочешь отмечать? А я такая, думаю, как же так? И правда, вроде я, не знаю, не думала еще об этом. Она мне идеи дала. Вообще, она такая, очень-очень компанейская. Всегда-всегда, в компаниях находит время и на работу, и на учебу, и в компании. И дружить со всеми одинаково, невзирая ни на что. Поэтому молодец, говорится, со всеми, со старыми друзьями поддерживать отношения, с новыми. Это отлично. Так что надо и мне тоже. Старых друзей, как говорится, не забывать. Мы столько здесь вместе прошли трудных моментов. Начинали вместе вот эти наши компании были, общение. Нам всем было трудно. Мы все встречались. какие-то пытались сделать вечеринки. Политика-то, да, это совершенно, ну, не для нас. Правильно мне там написали. Не понимаешь, не говори. Но я сказала ту эмоцию, которая у меня была, может быть, я не знаю, до 5 лет назад. Сейчас я вообще не хочу соваться и совершенно, действительно, согласна. политика только разделяет людей между собой, создаёт конфликты. И нам совершенно здесь, в Америке, этого не надо ни конфликта, ни раздора. Пытаюсь на Айфу выезжать и с вами болтаю. Ну, вот видите, это неблагодарное дело, но мне надо перестроиться. Всё, перестроилась. Теперь могу спокойно пилить по одной полосе. Я всегда за дружбу. Всегда. Но в политике, да, вот тогда, когда всё это началось, у нас какие-то возникали мнения о ситуации. Они правильно должны у каждого быть, но говорить действительно вслух теперь это получается неблагодарное дело и неприлично о политике. Настолько нас задурили. И здесь, в Америке, ничего не поймёшь. И там у нас не поймёшь, что, как, почему. Кто прав, кто виноват. Обидно, конечно, обидно, кто страдает от политики. ещё и погибают. И дети погибают. Это вообще непростительно ни в какую. Но что делать? Мы здесь живём, нам грех из-за политики ссориться, поэтому я рада, что в основном, конечно, в основном здесь все за дружбу. вот мы помните ездили с Наташей. Там разные флаги. Я, по-моему, белорусские держала. Какой дали, такой и держала. Совершенно за дружбу нам делить нечего и спорить. А политики это нам просто бесполезно, потому что мы никогда ничего не... Сами политики, по-моему, давно запутались. Давно запутались. Спорят, 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 толпы никакого. о чем спорят, для чего спорят. Ну, вот такое мое предисловие. Люда всегда вот именно вот такой человек, она мне дала понять, что я там упомянула ее, вот, но она всегда за дружбу, за мир и за любовь. И поэтому общается она и с Ииной, со старыми нашими друзьями. Это очень приятно слышать и знать. Может, и я начну общаться. Все, что было, все прошло. Поздорили немножко. Если не говорить совершенно о политике, то просто дружить это нормально. А зачем о ней нам говорить? Господи, боже мой. Других разговоров, что ли, нет? О фильмах надо говорить. О счастливой жизни. Я считаю, что вот, допустим, мои дети там живут в Сочи. Они сначала хотели в Америку. Конечно, им бы было интересно побывать здесь, посмотреть. Может, когда-то и приедут. Но жить пусть живут ради Бога. Трясется у меня камера, поэтому надо заканчивать мельтешение это. Давайте пока. Им нравится в Сочи, они живут в Сочи и совершенно не скучают об Америке жить здесь. Я не хочу их жизнь даже разрушать. Да. Вот на телефон, видите, не держит стабильно, трясется. А видео не подключила камеру. Пока. Сочи.